доброго времени дня всем моим зрителям я очень рада что вы снова зашли на мой канал спасибо всем тем кто подписывается на мой канал я очень вам благодарна за это очередное парфюмерное видео я хочу посвятить горячо мною любимому парфюмерному дому манталь если вы давно следите за всеми выпусками моих видео то вы знаете я очень люблю этот парфюмерный дом как манталь так и мансера можно сказать что это работа одного носа и на моем канале очень много видеороликов посвященных именно их ароматам не знаю даже какое по счету будет сегодняшнее видео но достаточно большое количество видеороликов я уже сняла об их ароматах соглашусь с тем что некоторые бьюти блогеры уже отошли от этого бренда и мне нравится содержимое ароматов и мне нравится флаконы этих ароматов может быть кто-то и скажет что они повторяются что ничего нового уже манталь не стал придумывать нету новых работ у него но я бы так не сказала в каком-то плане я соглашусь в каком-то плане я не соглашусь мне нравится их ароматы очень и очень и каждый аромат выпущенный новый аромат я имею ввиду по-своему хорош он по-своему красив необычен может быть соглашусь только с тем что до флаконы во флаконах мне не нравится вот это вот скрепочка я с этим соглашусь другими бьюти блогерами вот эта скрепка да мне тоже не по душе не очень удобно носить сумочки вот флакон с такой вот скрепкой который постоянно звенит который постоянно дает о себе знать одним словом не нравится мне тоже что вот сам аромат содержится в темных железных флаконах я бы хотела видеть содержимое аромата своими глазами мне нравится например когда аромата в стеклянных флаконах тогда можно увидеть цвет жидкости но вот так вот да я соглашусь мне так тоже не нравится а хотя их флаконы очень красиво в последнее время они стали выпускать очень красивые флаконы вот например сочетание черного бордового сочетание золотого и голубого тоже есть других парфюма они уже не делают стандартные вот например белые флаконы однотонные или однотонно стандартные черные флаконы они начали уже импровизировать сочетать цвета это тоже по-своему красиво но все-таки но есть я бы хотела видеть цвет жидкости содержит цвет самой самого парфюма непосредственно перейду к ароматам сегодня у меня три аромата и как я вам сказала эти три новинки текущего 2019 года начну я с аромата под названием фантастик уд опять уд как же куда же манталь и без уда большее количество ароматов манталь конечно же это содержимое нотки уд это восточно-древесный унисекс конца 2018 года можно сказать начало 2019 года что входит в состав этого аромата непосредственно заявленный уд конечно же роза конечно же пачули табак ладан стиракс кожа сандал и серая амбра но вот просто отличный уд я тут слышу манталь набил руку с этой нотой с нотой уда у мантали все прекрасно все в этом аромате хорошо да похоже где-то уже вот такое было что-то на какой-то можно сказать аромат я его нахожу похожим но все равно он тоже красив амбра роза уд немного табака тут присутствует классическое настоящее восточное исполнение начало это типично для мантали все тот же у тут слышится но как ни странно вот этот заявленный фирменный уд я наношу а потом он быстро уходит на второй план и дает аромату вдохнуть уже полной грудью начинается в этом аромате уже игра нот выступает вперед роза ладан табак стиракс ну и конечно же пачули дает очень интересное и богатое сочетание практически все заявленные ноты что я вам перечислила я тут слышу хотя если честно я не знаю как пахнет стиракс но остальные ноты да они тут присутствуют они тут дают о себе знать после того как уходит на второй план и кожи тут я слышу не такую грубую а тонкую можно сказать не кожа аж замша тут присутствует стойкость у этого аромата очень хорошая он не задушит и не надоест самое главное и шлейф о шлейфе скажу конечно же в этом аромате шлейф не навязчивый но при этом он очень красивый и дымно чарующий вот такой вот красивое творение создал маэстро манталь фантастик ут или же фантастический ут но еще раз повторюсь что-то похоже я уже в мантале встречала но все равно этот аромат по-своему красив фантастик ут и я вам рекомендую если вы что-то ищете подобного рода если вам нужна новинка то вот обратите внимание на этот парфюм фантастику у меня сэмпл в объеме 2 миллилитра вы уже многие если следите за всеми моими выпусками знаете таких сэмплов у меня немалое количество и 2 миллилитра это достаточный объем чтобы разносить аромат в течение всего дня а даже можно сказать нескольких дней не советую наносить если присутствует нотка у да не наносить этот аромат вот прям купаться в нем достаточно двух или три но максимум трех пшиков и все и вы полностью сможете почувствовать раскрытие этого аромата на себе так это был фантастик ут новый парфюм 2000 начало 2019 года так что ж продолжая второй парфюм второй парфюм тоже ут и снова ут на этот раз аромат ут ут драйм у меня до этого уже есть полная версия аромата индиан драйм но я его ношу только лишь в летнее жаркое время он мне очень и очень нравится не манталь а мансера индиан драйм вы многие наверное знаете знакомы с этим парфюмом но пока только лишь теплая весна я тут парфюм доставать пока не хочу но вот это вот ут драйм тоже новое творение манталит вот этого текущего 2019 года аромат заявлен как унисекс и он включает в себя только лишь три ноты это соответственно сам вот конечно же розу и пачули все больше тут ничего не присутствует и все тут в характере мантали снова но но еще но звучание конечно же новое есть у меня аромат нагремевший свое время от манталь это розы смазк надеюсь вы знакомы с этим парфюмом я очень рада что у меня только лишь в объеме 20 миллилитров потому что уже сколько лет вот этот парфюм я не могу его доносить поначалу мне очень нравился но вот потом он стал очень прибитым на каждом втором я этот аромат уже слышала и как-то я от него отошла не хотела уже его носить вот так вот он у меня и стоит но если мы говорим о сочетании розы и у то я скажу что вы знаете что в этом парфюме присутствует три ноты это кажется тоже уд роза и мускус всего лишь три ноты если я не ошибаюсь может быть я ошибаюсь я не смотрю на фрагрантику вот по просто я помню что я делала обзор на этот парфюм я знаю что в этом парфюме присутствует тоже только лишь три ноты это ут розы и мускус а вот в этом парфюме ут драйм присутствует ут розы и пачули ут в розе очень хорош тут он красивый томный и сильный и не стоит наносить этот аромат больше чем два пшика то что я вам сейчас и говорила так как большее количество нанесения этого парфюма большем количестве уже даст передост и тогда убьет он просто напавок все сделано все сделано в этом про в этом аромате в восточном направлении специи ут роза все очень красиво все очень деликатно и то что этот аромат унисекс этим я тоже соглашусь почему но вот мне кажется что вот такой вот парфюм на мужскую кожу сядет тоже очень красиво повторюсь еще раз ут особо красив тут и богат даже вот не надо его наносить я с пульверизатор и уже чувствую звучание просто такое красивое богатыми ут не медицинский тут присутствует а деликантный нежный и красивый необычное одним словом звучание ут в розе как я вам сейчас и сказала у меня есть уже парфюм роза смазг тоже ут с розой с мускусом но это совсем тот парфюм это другое звучание другое направление а вот этот уд драйм это совсем другое направление у да он очень красивый мне он понравился и если вы также любите уд но вот спокойный нежный и не медицинский а деликатный то вот я вам рекомендую попробовать вот это новое творение от драйм ну что ж продолжу и заключу уже свое видео завершу точнее говоря со своем видео я еще одной новинкой от манталь это ветивер пачуля на франк грантики нету об этом аромате пока ничего поэтому я думаю что я буду первая которая вам расскажет об этом парфюме ветивер пачули от манталь это новинка 2019 года это мужской парфюм думаю мужчина будет интересно послушать мое мнение вот аромат сделан только лишь для мужчин композиция этого аромата включает в себя конечно же сам ветивер пачули жасмин морковь розовый перец очень интересная нота морковь я никогда не встречалась раньше с ароматами в которых содержится морковь слышала что в каком-то бренде какой-то бренд по в каком-то своем аромате я вот слышал но не могу точно сейчас сказать использовал ноту томата я вот такое вот слышала но не с ним не помню сейчас точно какой именно бренд а вот этот вот бренд манталь использует своем аромате ноту моркови ну конечно же сразу при первом нанесении ветивер выступает вперед он звучит на протяжении всей своей носки база тут очень яркая немного правда тяжелой зато после уже я начинаю слышать аккорды древесины в сочетании с пачули вот это мне больше всего понравилось розовый перец который присутствует он придает аромату чуточку остреньки и пикантности это очень красиво и тоже мне очень понравилось что именно розовый перец вот такой вот да и придает аромату такую пикантность не услышала очень жаль я в этом парфюме заявленной морковь и жасмин а хотя я очень-очень хотела бы услышать за вот эту самую морковь мне хотелось бы послушать как она будет звучать как она будет раскрываться но увы я ничего похожего на морковь весь день хоть она мужской я нанесла его на свою кожу и на блотер и весь день ходила и старалась прислушаться и старалась все-таки услышать какое-то похожее звучание с моркови но увы этого не произошло в общем аромат очень красивый и сделан безусловно по-мужски и только лишь для мужчин красивый древесный парфюм все тут сделано со вкусом ум богатый ум пикантный резкий но вот резкость что хорошо у него умеренно стойкость конечно же бесподобно как и у большего большего количества ароматов манталь мне понравился этот мужской парфюм ветивер пачули если вот вы присматриваетесь к этой новинке но не можете все еще ваше мнение колеблется в том что купить или не купить вот мое мнение вы услышали об этой новинке ветивер пачули это мужской парфюм я нанесла его на себя на женскую кожу абсолютно не для женщин очень резкий очень древесный но может быть есть такие женщины которые любят такое направление я не очень не очень не тоже не то слово вообще не люблю такое направление он исключительно мужской правильно заявил маэстро манта и правильное его решение что этот аромат принадлежит только лишь к мужской половине ветивер пачули завершил мой обзор о новинках ароматов парфюмерного дома манта надеюсь сегодняшнее видео вам пришло на пользу что-то вы взяли для себя на заметку ну а на сегодня все до новых встреч всего вам хорошего пока пока